Всем большой привет! Очень рада вас здесь видеть, как обычно. Сегодня настал тот, тот день, которого мы все ждали. На самом деле, очень давно обещала снять подобное видео, рассказать, как же я делаю свою вот эту мою фирменную прическу. Я ее, конечно, за шутя называю фирменной, просто я ее делаю достаточно часто, и меня часто спрашивают, как же я ее делала. Мне кажется, меня часто спрашивают эту фразу, испортили блогеры. Она стала звучать как-то неприятно, но все же. Делается эта прическа очень-очень просто, хотя выглядит как, в принципе, как будто мы вышли из салона с вами. Но, несмотря на это, у нее есть пара секретов, личные мои секретов. Но самый главный секрет, он в конце, который создает вообще всю эту прическу. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Сейчас вы увидите меня без этой прически. Первым делом, естественно, мы моем волосы, моем голову, чтобы был объем, и сушим волосы. Я высушила волосы. Обязательно досушивайте все волосы до конца, чтобы они не были влажными, чтобы их не подпарить плойкой. Давайте сразу обратим внимание на мои волосы, потому что от этого зависит вообще вся укладка. Они довольно пористые, так как они были пористыми изначально. И плюс, что у меня окрашивание. У меня осветленные волосы, поэтому они более пушистые и держат укладку гораздо больше, чем мои бы натуральные волосы держали бы. Вот так они выглядят, когда они не вытянуты на брашенках, когда не уложена челка. В следующий момент у меня челка, и волосы подрезаны каскадом. То есть спереди короче, сзади длиннее. Также они немножко разной длины. Видите, это короче и внизу подлиннее. Это тоже все очень сильно влияет на саму укладку, на ее форму. Но, естественно, при любой форме, мне кажется, эта укладка будет выглядеть красиво. И нужно понимать, что форма играет важную роль. Да, волосы после моря у меня немного высохли, хоть я и пользовалась сейчас маской. И на них нет никаких продуктов, никаких масел, ни спреев. В общем, как есть, вот такие вот у меня волосы. Живут своей жизнью сейчас. Следующий этап – это термозащита. Она также важна, чтобы волосы сохраняли свое здоровье. У меня даже не спрей, а лосьон для укладки, позволяющий многократно менять форму прически. И при этом оно с термозащитой. Мне не очень нравится в плане текстуры. Я не понимаю, сколько я наношу. Вот оно как такой лосьон, как крем. Я просто размазываю это рукам и прохожусь по всем волосам. И от того, что это не спрей, я не понимаю, куда я нанесла, а куда нет. Поэтому я хочу очень сильно прибегать к вашим советам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие термозащиты самые-самые крутые спреи вы знаете. Потому что мой уже и закончился, и я бы хотела попробовать что-нибудь по-настоящему хорошее. Не забываем проходиться по челке, потому что на нее удар прям сильнейший будет. Это для тех, у кого есть челка. Потом все волосы высыхают. Только тогда мы можем приступить к укладке, чтобы ничего не было мокрым. Иначе они сгорят. Всю эту укладку, всю мою укладку я делаю при помощи плойки. Это на тот случай, когда я хочу, чтобы она держалась один день полностью. И еще, может быть, на следующий день остались волны. Я уже показывала вариант такой укладки без участия плойки. Он тоже очень эффективный, но держится на моих волосах не так долго. И все-таки там завивается больше первая часть, передняя. Сзади волосы отдыхают, так скажем. Поэтому, если я хочу сделать ее более стойкой, я, естественно, пользуюсь плойкой. Ну что, нагреваем. Так, да, не сказала, у меня плойка Babyliss. Паша мне ее дарил. Вполне себе хорошая плойка. Волосы от нее не сгорают. Я нагреваю ее не до максимальной температуры. Все-таки это ежедневная укладка. Не хотела я бы сильно травмировать волосы. Я где-то наполовину ставлю, и она греется. Плойка моя нагрелась, и я готова вам рассказать свой главный секрет. Главный секрет моей прически. Вот видите, у этой плойки есть такая держалка. Я думаю, что у всех стандартных плойок имеется такая. И думаю, что почти что у каждого дома именно такая плойка. Так вот, я не делаю вот так. Не зажимаю внизу и накручиваю. Нет, я делаю иначе. Я беру прядь и накручиваю ее целиком вот так на плойку. Таким образом все волоски равномерно прогреваются, и получается завиток очень красивый. Вот так. Видите, как быстро? Она очень-очень быстро завивает. Просто если использовать зажим, то больше всего завивается конкретно то место, где оно зажимает. И при этом остаются небольшие заломы. Я такое не очень люблю. И мне кажется, что именно тот способ, которым я пользуюсь, делает очень-очень натуральные завитульки. Как раз то, что мне было нужно. Завиваю я очень просто. Я ничего не делю, потому как у меня не сильно густые волосы. Я просто делаю пробор. В этом случае у меня будет посередине. То есть делю волосы на две части. И начинаю с одной части завивать. Иду сзади вперед. Теперь я просто отделяю вертикально волосы. Вот по таким порядочкам. Надеюсь, что там было что-то видно. И я накручиваю от лица. То есть беру плойку и вот так назад накручиваю. Жгутами. И считаю примерно до 10. И отпускаем. Получается вот так. И оно просто остается сзади. И вот так по каждой прядочке завиваем волосы. Единственное, что неудобно при таком способе, это нужно держать локом. Потому что зажим я не использую. Сейчас будет небольшой таймлапс. Я не трогаю челку. Я буду ее завивать уже после основных прядей. Вот, что получается при первом подходе, так скажем. Начинаю завивать в другую сторону. Так, я прошлась по всем волосам. И теперь я смотрю, где не хватает завиточков. И просто сверху беру небольшие пряди и подвиваю. Так они становятся немного еще и объемными у корней. И беру сзади обязательно. Когда я завью челку, будет очень много завитков именно спереди. Поэтому обязательно нужно уравновешивать это дело и подвивать волосы сзади. Так, сейчас покажу, что мы оставляем эти кузи как есть. Выглядят они так, немножко как сосулички. Но ничего, главный секрет еще впереди. Приступаем к челке. Я очень долго с ней мучилась. И она наконец-то той длины, которая еще более-менее укладывается. Что я делаю? Я ее точно так же укладываю, как и все остальные волосы. Несмотря на то, что она более короткая. Также подставляю плойку и назад от лица ее закручиваю. Получается вот такой завиток. С другой стороны делаю аналогично. Тоже ее прямо под корень беру и назад. Если у вас, например, нет челки, как у меня, а просто прямой срез или, возможно, каскад. С передними прядями можно сделать то же самое. Прямо от корня их завить. И будет классный эффект. Раньше у меня не было челки, и я всегда завивалась именно так. Сзади волосы я не от корней завиваю, а именно передние пряди всегда у меня от корней шли. Получаются такие пока что очень странные завитулечки. Следующий этап. Как получить из этого то, что я показывала в начале. И это главный секрет. Я никогда не оставляю кудри именно вот так. Потому что, на мой взгляд, это выглядит не очень аккуратно. Я просто беру свои руки и начинаю их расчесывать. И желательно даже вот так. Все, прочесываем. Каждую прядь. Это вот самое главное, как получить из трех волосин, которые мы видели в начале. Объемную кладку. В другую сторону тоже все прочесываем. Я даже иногда расчесываю прям расческой вниз голову опускаю и расчесываю. Вот видите уже какой эффект. Следующее. Берем любой ваш любимый лак. У меня просто обыкновенный, маленький, чтобы помещался в сумку. Чтобы я могла в любой момент освежить свою укладку. И немножко вот так, приподнимая волосы, используем лак. Сейчас я продемонстрирую. И получается вот такая вот у нас шапка волос. Немножко прохожусь по ней руками, потому как она очень-очень пушистая. Я укладываю волосы, как мне нужно. Кстати, в этом случае моя пористость волос мне только на руку. Они как раз получаются пушистыми. Также добавляю немного сзади. И вот так приподнимаю немного челку наверх. Залачиваю. Есть такое слово? Залачиваю или нет? Ну вот, в принципе, все мои секреты этой прически. Моей фирменной, как я говорю. Она со временем немножко упадет. Не будет такой пушистой. Но эффект останется прежним. Можно будет в течение дня немножко почесывать. И также проходиться лаком. Раскрыла вам все свои секреты. Давайте я покажу, как она выглядит сзади. Видно там? Надеюсь, что красиво, потому как я не видела. Если будете пробовать эту прическу, обязательно рассказывайте о своих результатах мне в комментариях. Пишите, отмечайте меня на сторис. Я буду рада посмотреть, что же у вас получается. И как она выглядит на других волосах, отличных от моих. Я уже перепробовала на своей сестре, на маме. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, что вам это видео понравилось. И в этот раз я была вам чем-то полезной. Поэтому я желаю, как обычно, вам хорошего настроения. Хорошего дня. Прекрасного лета. Всем пока-пока.